Анастасия Кох родилась на крайнем севере в Норильске. Суровые климатические условия и скудные природы тундры не стали препятствием для развития творческой натуры. Её детство было наполнено звуками музыки. В пять лет она, по примеру брата, решила научиться играть на гитаре. У меня вся семья, все играют на музыкальных инструментах. У меня четыре сестры и один брат. И вот все свой или каждый свой. После окончания Московского музыкального колледжа имени Скрябина, Анастасия приехала преподавать в Саров. В конце августа она впервые переступила порог детской школы искусств. И за непродолжительное время у неё сложилось благоприятное впечатление от нового места работы. У нас прекрасный директор, все доброжелательные очень преподаватели, кто чем помогает. Пульт свой отдал, не пожалел. Город тоже очень красивый. Педагог отделения народных инструментов Алексей Порфирьев приехал в Саров после окончания Нижегородской консерватории имени Глинки. В детской школе искусства она обучает детей игре на баяне и аккордеоне. Его путь в профессию начался с решения родителей. История у меня простая, как у всех детей. Родители привели в музыкальную школу и всё. Я тогда был маленький, сам я не мог, как все дети, не могут принимать решения без родителей. Любовь к музыке и народному инструменту пришла позже. И этому Алексей благодарен своим педагогам, которые развивали его талант. Молодой человек считает, что баян даёт исполнителю огромные возможности для творчества и реализации авторских идей. Мне как бы всё нравится. И классику исполнять, и русские народные. Есть везде свои изюминки, свои тонкости. Сейчас педагоги всецело отдались занятиям с детьми. Ищут свой стиль, вспоминают наставления своих преподавателей, которые в своё время привили им любовь к музыке. В планах повышение собственного исполнительского мастерства, участия в конкурсах и фестивалях.